Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу! Я приветствую всех, любовь и шоу. И сегодня темой проповеди будет «Вооружитесь чистотой». Мы поговорим именно о том, что состояние чистоты, состояние праведности, оно является духовным оружием. И это то, что может помочь вообще человеку преодолеть то, что невозможно сделать по-другому. И сегодня мы будем читать второй псалом. Но акценты я дам не на само учение о чистоте, потому что, на мой взгляд, эта тема довольно хорошо проработана уже и нами, и вообще всеми верующими людьми. Мы прекрасно понимаем, насколько важно для человека вот это состояние чистоты. Но я хочу сегодня показать, что иногда тот перевод, который мы имеем в руках, он несет очень серьезные потери. И, наверное, сегодня будет проповедь, она больше обучающая или материалом таким вот обучающим. Но я немало не сомневаюсь, что от того, насколько мы понимаем Писание, ведь тоже зависит наша вера. От того, насколько я или ты, мы понимаем, что говорит Бог со страниц Писания, да, какие идеи Он нам вкладывает. От этого тоже будет очень сильно зависеть траектория моей жизни, моя дорога, по которой я пойду. Второй псалом. Псалом Давида. Это мессианский псалом, и он как в иудаизме, так и в христианстве является мессианским. Причем в иудаизме там, как бы, толкование особенное, такой вот акцент дает на то, что написано в этих стихах о последнем времени. О том, что когда уже Машеах будет царствовать, еще три попытки будет это царство, как бы, опрокинуть. И проводится связь с Гогом и Магогом. Вот эта тема муссируется. 38 глава Езекииля. И то, о чем я сегодня хочу сказать, присутствует в переводе, который мы держим в руках. Я проверил все русские переводы, которые доступны мне, и я сегодня скажу об этом. И я проверил те переводы, которые делались здесь, в Израиле, или делались евреями на русский язык. Отличается. Вот об этом мы поговорим. И я хочу показать, в чем потеря. Я слушал много проповедей вот на эту тему. Более того, я слышал проповеди, сказанные здесь, в Израиле, на еврите, на дисках. У нас речь пойдет о 12 стихе, непосредственно, из 2-го псалма. В 12 стихе у нас написано «Почтите сына». По другим переводам, ну, по крайней мере, новый перевод Кузнецовый «Целуйте стопы его». Вот так переводят там. И я хочу объяснить, почему так переводят. В теологии есть такое понимание, как христианские вчитывания. Что это такое? Это когда переводчики, или один, или несколько группа переводчиков, переводят тексты пророков, тексты, которые говорили или написаны были до прихода Мессии. Но они эти тексты же переводили уже после того, как Мессия пришел, после того, как христианство набрало, как бы, объем вот этот весь. То есть мы знаем, что, допустим, синодальный перевод, его начали переводить еще Кирилл и Мефодий. Его начали переводить в 998 году, если я не ошибаюсь. А закончен он был в 1878. Вот то, что мы с вами держим в руках, это он почти тысячу лет переводился. Так долго. Русский язык. Я уже говорил это. У нас четвертая версия. Понимаете, да? Вот то, что мы читаем в синодальном переводе. Сначала перевели с еврита на греческий. Это называлось и называется сегодня септуагинта. В пятом веке перевели с греческого на латинский, на латынь. И то, что мы имеем в руках, это перевод с латыни на русский. Каждый перевод несет потери. Поэтому, естественно, на каждом этапе были определенные вот эти потери, которые я пытаюсь каким-то образом восполнить и передать это вам. Я зачитаю весь Псалом, а в конце я его зачитаю не так, как он написан в синодальном переводе, а так, как он должен звучать в правильном переводе. Я не боюсь этого слова. Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совершаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется. Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и ярость свою приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святую горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь цари, научитесь судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на него. Амин. Передо мной лежит сейчас масоретский текст. И двенадцатый стих начинается не со слов «почтите сына». Как в ивритии было бы слово «почтить»? Хабду, правильно, от слова «ле хабед». Но в ивритии написано «нашкувар». Именно от слова, как бы, отклонение происходит от неправильной интерпретации слова «бар». Дело в том, что когда в словосочетании «нашкувар», «дагеш» уходит, поэтому читается мягко не «бар», а «вар». Ну, кто скажет «нашкувар» не ошибется, но более, как бы, грамматически правильно будет мягкое звучание буквы «бет». Она звучит как «вет». Слово «леношек» имеет два значения в иврите. Первое значение – целовать. Поэтому по переводу Кузнецовой, буквально она переводит, «целуйте стопы его». Мне трудно вообще увидеть здесь слово «стопы» или что-то похожее на ноги. Поэтому я говорю, что это христианские вчитывания. И я сейчас продолжу объяснять, что это такое. Когда переводчик переводит, псалмы были написаны вот эти, за тысячу лет до рождения Мессии. Так? Написаны. А переводят это через тысячу лет после рождения, а заканчивают этот перевод через 1800 лет. Между тем, когда это было написано, и между тем, когда это переводят, 2800 лет. Ну, на русский язык, по крайней мере. На другие языки меньше, тем не менее. И когда переводчик переводит, он уже знает христианскую идею, он имеет определенное доктринальное понимание текста, и когда он переводит, он в этот перевод вкладывает уже свое современное понимание этого текста. Не то, что там написано изначально было. Ясно? А фактически, Медраж, который он создал, в этой группе людей создали Медраж, в перевод уже вкладывается Медраж, а не сам перевод. Ну, это я почему говорю Медраж, чтобы нам понятно было. Так понимали они эти тексты. Кстати, таких мест в Писании много. Сегодня я буду говорить только по второму Псалму. К примеру, Псалом 21, там, где написано, пронзили руки мои и ноги мои. Помните, да? Вы верите, где написано пронзили? Вы верите, имеется в виду, там буквально звучит, Арие можно перевести, как будто растерзанный львом человек. То есть он весь в крови, поцарапанный, вот похоже, да, на избитого плетью, пробитого, но не пробитого, как бы, гвоздями, да? А вот когда мы читаем пророчество Захарии, там, конечно, звучит все ну, очень сильно. Там звучит Вегибито Элай, это Шер Дакару. И посмотрят на меня, а в русском переводе и узрят его, которого пронзили. На мой взгляд, снова потеря, потому что идет от третьего лица в переводе, в рите от первого лица. Звучит намного сильнее. И увидят меня, которого пронзили или пробили. Литкор, это буквально чем-то вот, ну, ножом там, отверткой, гвоздем. То есть там все понятно. Давайте вернемся к 12 стиху 2-го псалма. Хочу обратить внимание на то, что слово бар, переведенное как сын у нас, слово бар, переведенное как сын, вот это значение имеет в арамейском языке. В иврите, оно из арамейского только. Сегодня, в современном иврите, когда говорится бар, имеется в виду сын. На самом деле, в иврите, в древнееврейском языке, слово бар, имеет значение. Первое, это зерно или хлеб. И в Священном Писании я нашел 14, 13, 13 стихов, в которых слово бар, есть такая огласовка, огласовка КамАЦ, иногда ведет потах. Так или иначе, это бар. Просто более сильное или более мягкое звучание. Поэтому огласовку я уберу, чтобы она вам не мешала. 13 стихов говорят, что слово бар означает хлеб или зерно. Но не сын. Теперь, в чем момент? Арамейский язык активно начал проникать в иврит после вавилонского пленения. До вавилонского пленения не пользовались арамейским языком, говорили на еврейском языке. И вспомните, когда, например, Рапсак подступает к пределам Иерусалима, и он говорит, да, на иврите, они ему говорят, говори с нами на арамейском, чтобы люди не понимали, что ты просишь, чтобы мы сдались. Почитайте. Это я доказываю просто на основании Писания, что на арамейском не говорили простые люди. На арамейском могли говорить только дворяне, цари, люди образованные. Просто Людин говорил на иврите, а не на арамейском языке. Теперь, чтобы вам было проще и как бы легче все это видеть и воспринимать, я нарисую шкалу времени. Шкала времени. Здесь у нас будет событие, которое мы считаем нулевой точкой. Понятно? Это рождение Ишуа. Здесь ноль. Псалмы были написаны примерно за тысячу лет до. Сейчас у нас 2016 год. Вот здесь. Понятно? Все переводы делались где-то вот тут. Поэтому, когда переводили, уже туда вкладывали смысл, который сформировался в христианстве. Вот это и называется христианские вчитывания. Слово бар. Впервые слово бар в значении сын мы находим только в притчах Соломона. Можете проверить. Я проверил на иврите все вот эти вещи. Это масоретский текст. То, что мы держим в руках. Масоретский текст это традиционный текст. Это классический текст на иврите. Кому интересно, сверяются эти тексты по свитку Кетер Арам. Он выставлен в Иерусалиме. Считается как бы самым правильным, точным. Это еминский свит. Когда-то я это объяснял. Еминские свитки самые точные. Там практически там нету вообще как бы ошибок. По той причине, что еминские евреи были малообразованными. И поэтому у них самые правильные тексты. Потому что когда они копировали свиток, они по одной букве переносили туда. Ясно? А вот наши, мы, ашкенасские евреи, образованные, грамотные, на память все знаем. Отсюда потери. Переписывают целыми фразами, предложениями. Ну и там уже есть неточности. Таким образом, мы знаем, что царь Давид родил Соломона. Так или нет? А это значит, что Соломон жил позже Давида. И когда он пишет притчи, то только в притчах, в 31 главе, впервые слово бар фигурирует в значении сын. И все. Может быть, два-три стиха еще потом есть, но их гораздо меньше, чем стихов с этим же словом в значении хлеб или зерно. Теперь, слово бар означает не только хлеб или зерно. Это слово, корень этого слова означает целостный, первозданный, неповрежденный. Как будет первозданный на иврите? Бар-ишти. Я вчера смотрел вот слова. Как слово бар-ишит. Понимаете? Отсюда же слово бриют здоровье. Льет бар-и быть здоровым. Слово бар внутри себя имеет значение здоровый, целостный, неповрежденный, ненарушенный, поэтому зерно, зерно, так называется бар, потому что в самом зернышке вся полная информация о всей культуре, как запечатанное в маленький контейнер. Таким образом, слово бар, и я сейчас это покажу вам по писаниям, также имеет значение чистота. То есть, если зерно взять, да, оно как бы в чистом виде несет информацию о своей культуре, о том, чем оно является, это зерно. Там нет никаких дополнений других, примесей как бы нету. Ну, вообще, слово бар используется очень, как приставка, очень, очень часто. Бар-еда, например, это человек, Бенадам Бар-еда, это человек, как бы, здравомыслящий, вот так можно перевести. И в седьмом стихе написано, в седьмом стихе второго псалма, используется слово Бен, не бар, а Бен, в значении сын. Там у нас написано, амар-те-ле-ха, бни-ата, вопрос. Если во времена Давида слово бар имело значение зерно, хлеб или чистота, а я вам сейчас покажу, что в писании слово бар используется именно в значении чистота, чистый, то какой смысл в седьмом стихе писать слово Бен на иврите, ведь псалом на иврите написан, а в двенадцатом стихе использовать слово бар тоже в значении сын, в одном и том же псалме. На мой взгляд, это потеря перевода, ошибка переводчика. Седьмой стих Так звучит стих. Дальше уже пишется проси у меня народы, и я тебе их дам. Вавилонское пленение было в 586 году, вот здесь. И только после этого слово бар начало входить в иврит в значении сын. До этого нет. Поэтому мы будем рассматривать это слово не в значении сын арамейском, а на иврит сноски продиктовать кому-то кто-то вообще пишет эти вещи или нет. Вика, хорошо, еще есть люди. Диктую сноски в значении слова хлеб, зерно. Книга Бытие, 41 глава, 35 и 49 стихи. Пишите быстро, повторять я не буду. 42 глава, 3, 25 стих. 45 глава, 23 стих. Книга пророка Иоиля, 2 глава, 24 стих. Амос, 5 глава, 11 стих. 8 глава, 5 и 6 стихи. Псалом 65, 14 стих. Псалом 72, 16 стих. Притчи, 11 глава, 26 стих и 14 глава, 4 стих. Это все в значении хлеб. Понятно, что это в еврейском тексте, не в русском. В русском будут смещения. Таким образом, 13 раз в значении хлеб, зерно или то, что скоту дают в ясли, это все имеет тот же самый смысл. Еврейские переводчики, которые сегодня доступны любому из нас. Самый известный это перевод Давида Иосифона. Все его знают. Значит, Давид Иосифон переводит эту фразу на шкувар «Не почтите сына, а вооружитесь чистотой». Швуд Ами, это издательство Швуд Ами, «Поспешите очиститься». Вот такой перевод. Издательство Шамир под редакцией профессора Броновера «Жаждите чистоты сердца» в скобках. Жаждите чистоты. И перевод под редакцией Рувена Пятигорского с «Скулот», такое довольно красивое издание, с разрешения главного Рамина Ишивот Швуд Ами, зовут его Элиазар Когель, значит, они переводят «Будьте во всеоружии». Четыре перевода на русский язык, сделанные евреями. И ни в одном переводе нету «Почтите сына». Кто-нибудь скажет «Да, но это потому, что они против христианства». Нет, потому что в тексте этого просто нет. Понимаете? Теперь, звучит ли от этого псалом слабее или посягает ли это на саму идею того, что Ишуа является Машехом? Конечно же, нет. Для этого есть другие места, которые звучат намного сильнее, намного понятнее. Но хотя здесь как бы нет смысла даже «Почтите сына». Как бы пытаются через перевод привить уважение к Иисусу как к Божьему Сыну. Понимаете? Мне кажется, что это излишне. Как я уже сказал, слово «бар» в иврите означает внутреннюю целостность, чистоту, полноту. И давайте несколько псалмов тогда посмотрим. То есть это же слово употребляется в значении чистота. Псалом 24, стих 4. Это на иврите. В русском, наверное, 23 или 25 будет надо посмотреть. Четвертый стих. «На ки копаем у вар левав». Посмотрите, как звучит стих. Чистые руки на ки копаем и написано «у вар левав». Слово бар или вар в данном случае, поскольку стоит вар впереди, естественно, звучит мягче. Слово в значении чистота употребляется. То же самое слово в тех же самых псалмах, а не в значении сын. Какое-то 23, да? 23. Я сказал просто, что есть смещение. Но слово бар употребляется в значении чистота, но не в значении сын. И это, кстати, тоже одно из тех, которые я перечислил для Виктории, да? А, это в значении хлеб только 13, а в значении чистота еще там есть целый ряд стихов. Я все сейчас не буду их брать. Но, да, в русском 23.4. А теперь откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. И посмотрите, что говорит Ишуа по поводу чистого сердца. У кого открыто? Спасибо. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Это Евангелие от Матфея, Новый Завет. Послушайте, как это звучит на иврите. Ашрей барей левав кигем яхазу эдга илухим. Амин. Слово бар употребляется в значении чистой сердца. Ишуа говорит блаженны чистые сердца. У нас, кстати, во втором псалме в последнем стихе тоже написано блаженны, ашрей. Поэтому я соединяю слово ашрей и бар. Блаженны чистые это как бы лейтмотив нашего исследования сегодня. Теперь посмотрите псалом 73. Я думаю в русском 72 это будет. Первый стих. Айн алиф. Да. 71 это? 72 окей. Отлично. Первый стих. Ах тофли Исраэль элогим лебарей левав. Амин. Как перевод звучит по-русски? Как благ Бог к Израилю к чистым сердцем. Друзья, у нас даже в синодальном переводе вот эти стихи из этого переведены как чистый. Вопрос, зачем же во втором псалме делать вот это как бы вставку, которая фактически делает значение псалма непонятным и ограничивает его. Я, потому что сейчас в конце я сказал, я прочту этот псалом в значении. Мы сейчас конкретно вот германифтически доказываем, что этот псалом надо читать в значении вооружитесь чистотой, ножку вар, а не в значении почтите сына. Слово почтите как бы целуйте, типа лабызайте святое вот у меня почтите сына, разночтение, лабызайте сына, лабызайте то, что чисто. То есть они все равно слово бар переводят как чистое. Понимаете? Но мы если будем целовать то, что чистое, мы его слюной замажем просто. Оно перестанет быть чистым после второго поцелуя. Возьмите как бы поставьте тысячу человек, да? Там уже знаете сколько лэпа будет, если вот это целовать? Лэп это мокрое с грязью, если смешивается, вот лэп называется. И я понимаю, что в христианстве есть эти вещи, как бы прикладываться к святыням, целовать как бы какие-то предметы, но в иудаизме тоже целуются свиток, да? Но там просто как бы дотрагивается, наверное, там так. Но я сейчас не хочу вот эти вещи рассматривать. В последнем стихе написано Ашрей Коль Хосей Бо Блаженны уповающие на Него. Понимаете, каждый человек, который может вооружиться чистотой, он действительно становится счастливым, блаженным в своем уповании. Он надеется не на физическую силу, не на силу интеллекта, не на знакомство. он полагается на чистоту внутреннюю, которая приходит вместе со Святым Духом в жизнь такого человека. И поэтому сама чистота является оружием, ведь война наша не против тела, не против крови и плоти. Все наши противостояния в этом мире против духов злобы поднебесной. И единственное, чего боятся эти духи, это чистоты, святости, отделенности от этого мира. Это тот, что больше всего как бы их обжигает, не дает им как бы прикоснуться к нам. Понимаете, да? Само по себе состояние чистоты, о нем очень много пишется в Писании. Ритуальная чистота, например, это вы найдете в законе, скажем, книга числа, 19 глава, там, законы о ритуальной чистоте, если человек к чему-то нечистому дотронулся или к трупу какому-то и так далее. Таким образом, у нас остается еще слово леношек, которое можно перевести как целовать, а можно перевести как вооружаться. От чего зависит перевод или значение слова? Оно зависит от контекста, в котором мы читаем. например, когда мы по-русски говорим, что человек пошел к озеру и напился воды из ключа, то мы как поднимаем слово ключ? Как ключ гаечный, такой, знаете, с круглой дыркой для захвата гайки, и через эту дырку вода течет, или это ключ, который просто из земли бьет, как источник? контекст определяет значение слова. В русском точно так же, друзья. Да, у слова может быть два, три, иногда пять значений. И в этом суть. Использовать его по назначению. Иначе все теряет смысл. 78 Псалом 9 стих. Саша, а мы в 77 Сыны Ефремовы, да, Бней Фраем, Ношкей Ромей Кешет. Ховцу Буем Крав. 77, да? Значит, слово Ленашек переводится в русский язык, как вооружаются Сыны Ефремовы, правильно, копьями и луком. Так? Копьями и луком. Угу. Ну, тут вот, если прямой перевод сделать, то Сыны Ефремовы, вооруженные копьями и луком, желают дня войны, ожидают дня войны. Ховцу, хотят, желают. Слово Хафет означает желать, хотеть чего-то, да? То есть, мы видим, что в Псалмах слово Ленашек тоже переводится как вооружаться. Есть такой перевод, есть такое значение. Нешек, да? Нешек, конечно. И поэтому, если в седьмом стихе на иврите пишется Амарти леха бни ата, а в двенадцатом стихе написано Нашку вар, это не значит, что целуйте сына, это значит, вооружитесь чистотой. Потому что к сыну этому надо приблизиться. И сейчас я дам небольшой комментарий. Народы метутся, потому что не могут как бы успокоиться. И автор, понятно, что это пророческий Псалом. И к концу Псалма мы видим, что идея сводится к тому, что царствовать, владычествовать будет царь Израильский, потомок колена Иуды. Это многим не хочется, чтобы какой-то еврей, пускай и воскресший из мертвых, пускай он Машех, пускай он Бог воплоти, но чтобы он командовал нами. Не хотим. Вот мятутся народы, они не желают этого, причем это именно те люди, которые не принимают Бога. Они будут создавать, они хотят как бы свергнуть с себя вот это еврейское иго. Но они понимают, они не глупые, и понимают, что с евреями же все вышли, и они поэтому против Господа сначала, они хотят как бы победить Господа, тогда уже смогут победить и народ его. Это идеи такие вот есть в иудаизме. И стихи ты поразишь их жезлом железным, то есть ты сын, я ныне тебя родил. Теперь смотрите восьмой стих, проси у меня, Бог говорит, сыну, и я дам тебе народы. Видите второй псалом, как говорит? Помните вот этот красивый медраж из книги Ялкут, я его рассказывал еще до сотворения мира, когда отец говорит, Бог, я сотворю весь этот мир, но я знаю, что человек упадет, кто пойдет и выкупит это, кто заплатит цену. Из духовного мира никто не согласился, все промолчали. Единственное, кто сказал, сын его, который сущий от начала, все это мы из Писания знаем, он вышел вперед и сказал отец, я пойду и я умру за них и я отдам но одно условие, все те, которые уверуют, а ты отдашь их мне, это мое. И отец сказал, иди, я согласен. Это то, что я рассказываю, это Медраж из книги Илкут. А вот то, что мы здесь читаем, очень похоже на сам Медраж, правда? Проси у меня народы, я тебе их дам. И дальше написано, и так вразумитесь цари земные и научитесь судьи земли. То есть люди, которые издают законы сегодня, Конституции пишут, в Союзе Европы, там, в Америке, еще где-то, к ним это слово, чтобы они стали под власть Создателя, который правит на земле через Сына Своего. Все отдано в руки Сына. Ишуам Ашеха. И он говорит, и так вразумитесь цари, научитесь судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, вооружитесь чистотою, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженные все уповающие на него. В контексте Псалма когда пишется, чтобы он не прогневался. Представьте себе, целуйте, почтите, чтобы он не разозлился. Выглядит как подхалимство, выглядит как, знаете, какое-то там такое вот, ну, заигрывание, целовать, только чтобы не злился там. Ну, как бы задабривать его вроде. Вот такая, получается, смысл такой, идея такая. Вы его уважаете, а то он разозлится. Это перевод, который у нас с вами в руках. И дальше по тексту. Служите со страхом, радуйтесь трепетом, чтобы он не прогневался, чтобы вам не погибнуть, лучше уважайте, а то погибнете. Вот так нам перевели, ибо гнев его возгорится вскоре. Но если прочитать в значении вооружитесь чистотой, все становится на свои места. и мы уже с вами доказали, что слово бар переводится как чистый или чистота, блаженный, чистый сердцем, ашрей барей лев в Новом Завете у нас. И тогда вот это наш кувар, вооружите чистотой, и слово ашрей коль хосей бо, блаженный, все уповающие на него, все тогда соединяется. И если мы вооружимся чистотой, мы будем счастливы в том, что надеемся на него, а не на себя, не на свою даже святость. Мы просто приближаемся к нему через это. И конечно же верующий должен вооружаться чистотой, потому что чистота это отделение от этого мира. Эта идея проходит через все Писание. Я хочу зачитать просто отрывочек небольшой из послания к Ефесянам, шестая глава, где тоже написано, что надо вооружиться. С десятого стиха, вот послушайте, как красиво звучит текст. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом. Шестая глава, я не сказал, извините, сказал, еще раз говорю, шестая глава, ну вдруг кто-то не услышал. Шестая глава, послание к Ефесянам. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом. Обратите внимание, на кого надо рассчитывать, кто наша сила? Господь. Господом укрепляйтесь и могуществом силы Его, не могуществом своих талантов, своего мозга, могущества мозга там нашего, да, или компьютеры мощнейшие. Написано, укрепляйтесь Господом и могуществом Его силы. Сегодня, если Господь вот так сделает и все электричество выключится, вам сдачу на кассе никто не даст. Что в уме считать разучились уже люди из-за вот этих машинок. проценты не могут посчитать в уме. Это же самая обыкновенная арифметика. Дальше я читаю. Облегитесь во всеоружие Божие, то есть оденьтесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что брань наша не против крови и плоти, но против начасти сил властей, против мироправителей тьмы века, сего против духов злобы поднебесной. Для этого примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Вот смысл вооружаться чистотой, чтобы в трудный день быть сильным, вооруженным, не безоружным, и наше оружие это чистота. Итак, встаньте, при пояснице ваше, я сейчас немножко меняю значение слов, чтобы доступнее был текст сам. Тут чресла, чресла это поясница, это самая сильная часть туловища, ее всегда затягивали или поясом широким, или кожаным поясом, штангисты, например, поднимают тяжести, затягивают поясницу, вот это чресла. Но чресла это не только поясница, мотен на иврите, это сзади, а это полностью по всей окружности, да, что в иврите как бы вот это слово чресла, оно еще имеет значение там и семенные железы, по некоторым контекстам Библии. И встаньте припоясав поясницу правдой, истиной, оденьтесь в броню праведности и обудьте ноги в готовность проповедовать мир, благовествовать мир, а больше всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого и шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть слово Божье. Аминь. Вот это в новом завете полное вооружение верующего человека, когда-то мы говорили об этом, я сейчас не буду это комментировать, но во втором псалме написано вооружитесь чистотой, практически это тот же самый призыв, потому что естественно в той среде, в которой написаны все эти книги прекрасно понимали, что такое чистота, что такое праведность, практическая жизнь в Боге и многие другие вещи, поэтому Давид, когда пишет свой псалом, и он пишет мессианский псалом, в седьмом стихе он говорит, я тебе сегодня сказал, ты сын мой возлюбленный, в рите используется слово Бен, амарти лиха, йом бни ата, айом юлада титиха, а дальше он говорит, ножку вар, никакого не имеет уже отношения сыну, это слово, мы должны это понимать в значении вооружитесь чистотой, чтобы он не прогневался, понимаете, например, если я буду, не буду целовать там, ну, за это что, можно прогневаться, вот скажите, но вот если чистоты не будет, это, конечно, вызовет гнев Господа, все это мы знаем из Писания, поэтому, возлюбленные братья и сестры, давайте просто вот изучать тексты, вооружаться чистотой, мы отсюда будем извлекать для себя очень полезные вещи, и на мой взгляд, это только усиливает наше понимание о том, что Ишуа является нашим Мессией, а не делает Его меньше, такие вещи должны обогащать нас, как последователей нашего Спасителя, Амин, давайте мы изначим молитву, благодарение за Слово, Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что Слово Твое истинно, верно и дает нам возможность приближаться к Тебе, благослови каждого из нас и преисполни Духом Святым во имя Ишуа. Амин. Амин. Продолжение следует... Продолжение следует...